всем привет дорогие друзья с вами марс сегодня мы посмотрим версию 0.02 для игрицы forest как вы видите игрушка стала выглядеть слегка по-другому несмотря на то что я играю на минимальных настройках и но я запро это на мою херовую видеокарту она выглядит неплохо правда вот эти вот зайцы это беда здесь вот да мать твоя игуаны зайцы тут всякая хрень хорошо игуану мы заебашили короче исправили кучу кучу багов добавили новых животных добавили акул добавили какие-то приколы там связанные с не помню с чем с яхтой по моему там какие-то поколюхи туда добавили подарочные типа вот пофиксили бесконечную ракетницу много чего пофиксили принципе тут рассказывать долго ну давайте-ка для начала посмотрим на акулу то что прорисовываются текстуры это меня ну не радует потому что ну ладно такие предметы как вот эти вот листья там или трава хер с ним пускай прорисовывается но не деревья и не стены это очень очень плохо что там еще провели короче работу над оптимизацией игры действительно были услышаны мои молитвы и по игра стала действительно работать лучше не особо сильно но лучше то есть когда я заходил в прошлый раз в эту игру тут было но чтобы не соврать на фпс а 8 сейчас с 15 фпс а падает не сильно до 10 максимум хотя тут больше подойдет минимум это место мне знакомо да 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 тут должна быть яхта да ну вот она вот это то что я говорил про прорисовку теперь зомби не могут бегать по дну теперь они но точнее это были не зомби это были аборигены там же на горизонте появились поэтому давайте поднимемся побыстрее наверх так что тут есть вот появилась кассетный плеер флайера батончики да это именно то о чем они говорили какой-то подарок типа что это за херня чайки бессмертные что-либо ну ладно фиг с ним так веревок по-прежнему не добавили насколько я знаю но теперь можно создать плот так же по заверениям тех людей о питьях не плавали переработали говорят то как должны плавать рыбы теперь птички которые садятся на факела они умирают тоже такой полезный нюанс но по-прежнему блин первая еда которые я бы сожрал на острове это чайка чайки тут но как вы видите не очень такие восприимчивые вот-вот-вот акуба ну ёпта зверюга ну да чё ещё вам по изменениям рассказать сейчас посмотрю чё там в листе написали что игровая атмосфера стала более драматичной там увеличили яркость рассветов и закатов чего ещё уменьшили урон от падений и да и всё вроде бы какая-то непонятная херня у меня теперь с руками периодически происходит надеюсь акула меня не сожрёт пока я доплыву до берега очень хотелось бы в это верить ну похоже что нет похоже мне повезло вот такая вот херня в принципе не очень чтобы прям глобально в это обновление ну вы поняли да особо каких то серьёзных аспектов игровых она не даёт но приятно всё таки что над этой игрой работать но следующее обновление будет аж аж через 15 дней да вот ещё добавили теперь я могу блокировать правой кнопкой мыши при помощи топора это довольно удобно но игра по прежнему осталась ну такая кривовастенькая так что будем ждать ещё работ над оптимизацией что за гаваный мячик а ещё говорили исправили тот баг с выпадением оружия то есть теперь у нас не будет ни бесконечной ракетницы ни там а ещё с кострами повозились точно если кто в курсе то на костре можно было только один раз пожарить там какую-то дичь и всё для этого нужно было потом разводить другой костёр так чего ещё м-м-м-м что м-м-м-м-м-м Нормально Классная музяка, мне очень нравится Так, ну че, давайте плот построим Так, чтобы вам уже показать Но он без паруса, насколько я знаю Поэтому это будет Криво Б Пойдет Классная музяка, очень, очень, очень нравится Очень просто Тут вот пару треков даже Классная музяка Я не помню, говорил я или нет Про то, что Переработали шкалу выносливости Теперь Выносливость будет восстанавливаться дольше И расходоваться быстрее Но пока это когда Это особо незаметно Но ямбаригены, говорят, стали Менее агрессивными Но этого я пока проверять не очень хочу Потому как жить хочется А музыка классная М-м-м-м-м Блин, ну прогрессовки это просто Шут вперед В этой игре и раньше была прогрессовка Такая, не очень То есть там буквально За пару метров И все Ой, предметы пропадали. Вот, а теперь, вообще, наверное, не так. Что-то они с этим сделали, Павел Бас? Вот видите, буквально, что тут? Фигня ж, вроде бы пару метров, а уже предметы пропадают. Угу, ну пенёк, я почему-то не могу выпрыгнуть. Да и ладно. Освещение, говорят, переработали основательно, но я в это не верю, потому как я играю на низких настройках. Просто очень нужно поменять мне нынче видеокарту, а пока заниматься этим не хочется. Да и пока коплю и на микро, и на видеокарту, поэтому всё будет вскоре. Так, ещё одно брёвнышко мне понадобится. Как-то не подрассчитал я это дело. И вот почему-то во время работы Basic Paddy 2BD, это оптимизация не за чём. Хотя, вот, по убедительным заверениям разработчиков, ну, конкретно того прайса, что они дали с новой версией, они, говорят, переработали систему взаимодействия с памятью компьютеров. Поэтому всё должно быть, по идее, очень и очень хорошо. Они же люди опытные, которые умеют работать. Посмотрим. Они то, конечно, опытные, что продают игру уже на стадии альфы. Чё, музяка закручилась. Клохо. Оу. А чё случилось? Подождите. Меня никто не бил? Случайно. Ну так. Музяка. Ну, хотя бы повеселее. Тут саундтрак такой, знаете, не очень весёлый. Если это мой плод, то я далеко на нём не уплыву. Ну, это так. Ребят, это что? Это плод? Ай-ай-ай, капитан. Поплыли. Господи, сосед. Я думал, он будет. Побольше. Но, видать, не судьба. Ладно. Чё ещё посмотрим? Костёр. Да, костёр надо бы развести. Ага, ни листьев, ни палочек. Всё очень хорошо. У меня всё есть. Ладно. Под хорошим музыком. Почему вы не сходите? В принципе, как вы видите, идея развивается. Всё неплохо. Всё крайне неплохо. Нам пайру пись уже. Тёпно. Ещё были листья, да? Ну, вот с этого может унести закатка. Нет, цветовки только не усадят. Ну что, давайте посмотрим ещё на закат. Воу. Да, действительно, закат стал ярче. Блин. Одного листочка. Одного с одного листочкой. Ну, я бы не сказал, что особо сильно теперь используется выносливость. Вот я заметил только, что больше жрёт, как бы больше уходит именно шкалосытость. Я помню, копьём можно было рубить деревья. Говорят, этот баг, ну, как баг. Такой, такую возможность исправили. Теперь нельзя. Ну, да и ладно, по-моему, это было крайне-крайне странно. То, что можно было порубить деревья палкой. Ну, вот, точнее, копьём. Потому что ж ты, блядь, не рубишься на несчастье. Так, давайте-ка соберём вот эти вот останки. Типа они нам пригодятся. Блин, как темно там. Сразу резко встал. Ну-ка. А, говорят, ещё исправили тут баг с фонариком. Но то, что нельзя было её не узнать, теперь можно. Это тоже очень и очень приятно. Так, а чё ещё? Мне бы тут какую-то ночлежку любить ещё. Пусть хей. Потому как... Ну, стрёмно, знаете. Б... А, не, он... Пугач, пугач бы для начала. Какой-то. Где тут? С... Так, да никто. Блин, а я не помню. Так, нужно две головы, пару палочек и ещё один камушек. Что за говно? Почему он не горит? Дождя ведь нет. Что за говно? Ну, как вы видите, этот самый, который птица, птица, чайка пыталась сесть, не пошло. Что-то пошло не так, и она сгорела. Но это приятно на самом деле, потому что птички теперь неуязвимы. А, так, давайте-ка ещё задействуем тут, этот, какой-то ночлежку небольшую. Ну, чтобы было просто. Так, вот что-то вроде этого такого, да? Вот тут. Так, нифига нету, можно колоды доскать. Вот я вижу свет. Как вы думаете, что это? Это абориген. И они идут сюда. И, я думаю, где-то на этом моменте и закончится моё супер-мега-путешествие. Потому что всё, пиздец, я думаю. Они поодиночке не ходят. Вот, вижу двоих. Хотя ночи довольно-таки светлые, мне показалось, что будет темно. Тролль. Двое мужчин и одна женщина. Кстати, насчёт женщин. В этой игре теперь, когда женщина, ну, племён, будет видеть смерть, она будет как-то виситься, переживать за своих, там, так сказать, товарищей, что ли. Ну, ёпта, бери ты эти монетки. Ох, куда-то побежали уже. Куда вы побежали-то? Ёпта. Ну, чё? Давай, подходи. Не хотите, да? Не хотят, суки. Стоят там себе, ждут чего-то. Ох, раз, они ждут. Они идут сюда, они идут в сторону побережья. Ну, чё, не насрать, давайте вступим в битву и посмотрим. Ну, чё-то посмотреть-то. Разорвут меня, конечно, сейчас. Пофиг. После смерти мы окажемся в рандомной пещере. Давай. Набегай. Витя, они ханыжатся. Спрятались. А? А? Какие? Наглицы-подлицы? Особенно вот этот беспаленный сконарём. Не, я просто, знаете, так очковуюсь. А, потому что тут всё-таки Акуга водится. Ну и чё? То есть, я, оказывается, ошибся, да? Они всё-таки умеют бягать под водой, да? Хер с ним, пускай тогда меня сожрут Акулу. Давай ему, флоны, сюда. Не даёт меня даже построиться. Вот сволочи, подонки несчастные. Я специально обосновался на берегу, потому что... О, Акула. Так. И это у нас семейство... Хер его знает каких. Впрочем, хищные рыбки. Тут их много. Думаю, сожрут быстро. Я не очень аппетитный. Но в любом случае... Акулки. Ну давайте, продемонстрируйте новшество. Ну всё, пиздец. Чё это было? Акула, ты сломалась? А, вот. Вон она как-то. Хе-хе. Я понял. То есть, Акула, в принципе, всё. Вон шот, вон хит, вон килл. Окей. Что ж, дорогие друзья. Вот мы и попробовали публичную версию Альфы 002. Игры The Forest. Через 15 дней будет версия Альфы 003. И будем смотреть, что сделают там. По-прежнему, куча багов. Но, с оптимизацией они, конечно, поработали. Но багов хватает. Причём, появилась огромная куча акул, которые трассируют прямо возле берегов. Не знаю, с чем это связано. Но, видать, местные их... Кхе-хе. Простите. То есть, я хотел сказать, видать, местные их подкармливают. Вот, вот такая вот, можно сказать, взгляд, абсурдная часть... Игры The Forest. Точнее, новую его версию. Следующая будет, как я уже говорил, через 15 дней. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok